Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас дополнительный разворот в этот день. У нас в гостях сегодня актриса, певица Лайма Вайкула. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведут разворот сегодня Вадим Родионов, Наталья Михайлова и звукорежиссер Родион Золотарёв. Вы можете нам звонить, как обычно, телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. В видеочате тоже можно на портале MixNewsLV задавать свои вопросы, писать Лайме. Пожалуйста, вот как раз есть уникальная возможность задать свои вопросы. Пожалуйста. Ну, а, конечно, поводом, наверное, информационным к приглашению, мы вас всегда рады видеть, но поводом информационным стала организация 8 и 9 июля «Рандеву с Лаймой». Так называется мероприятие, которое по-разному называют, но в основном как-то я слышала фестиваль. Но вы в своём блоге написали, что я не знаю, почему называют это фестиваль. Это рандеву. Но мы смеялись с нашими коллегами, что это действительно получился фестиваль, как бы я ни сопротивлялась и ни говорила, что я главная, всё равно получился фестиваль, потому что у меня, оказывается, 13 участников. 13 участников получилось, что я пригласила. Ещё многих не пригласила. Ещё многие мне сказали, что «А почему Лаймой-то нас не пригласила?» Ну, в общем, даже... 13 с вами или 13 без вас? 13 со мной, да. А вообще 13 моё число. 13 вы тоже, да, говорили, что вы июля. Это моё число, да. Это я вдруг случайно посчитал, думаю, ничего себе 13 опять. Ты чёртова дюжина. Да, ну, как-то так после фестиваля. А что за гости фестиваля? Фестиваля. Ну, у нас будет Нани Бригвадзе, которую я очень хотела видеть. Как она мне говорит, золотая ты моя, золотая. Просто она как поёт, так и разговаривает чудесно. Графиня. Будет Джей Стивер, будет, или как, Иоанн Стиверис, как его кто знает. Будет Бусулис, будет Ваенга, будет Эргус, будет Линда Лин, будет наша. Это, правда, уже пошли люди, которые я не хотела о которых говорить. Ну, будет, в общем, Брайн Сторм, будет Амината, девочка, которая представляла нас на Евровидении, Латвию в этом году. Мне показалось, очень достойно выступила. А будет Максим Леонидов, будет Валерий Сюткин, будет, боюсь кого-то, забыть. Будет ещё Верк Сердючка. В общем, такая компания большая. А вы по какому принципу компанию собирали? На самом деле, в основном, это люди, с кем я пела дуэты когда-либо в жизни. И, ну, вот Наня Брегвадзе, это человек, которого просто я хотела видеть. Я думала всё время, почему ни разу она не была на новой волне? И я подумала, что мне обязательно надо её просто пригласить, просто надо пригласить. Потому что это легенда. По-моему, так как она поёт романсы, вообще, ну, замечательно. Я очень хотела её видеть. Может быть, это единственный человек, с кем я не пела. Кстати, говорили о том, что ваш фестиваль может стать своего рода вынужденной, возможно, заменой новой волны. Как вы относитесь к этому? Ну, нет, я нельзя так... Нет, я бы очень хотела бы, чтобы у меня получился какой-то фестиваль. Я очень хочу, я очень люблю Юрмалу. Это, как бы сказать, место, где я постоянно живу. Конечно, мне бы хотелось, но мне бы хотелось, чтобы волна вернулась. Поэтому я, во-первых, не претендую. Ничего, никогда не думала о том, что я сейчас буду какой-то конкурс сделать и фестиваль. Я об этом ни минуты не думала. И больше того, я даже не думала, что так много людей захотят приехать. Мне казалось, ну, это я приглашу кого-то, кто сможет, у кого гастроли, потому что мы же все гастролируем. Поэтому не всегда получается. А потом получилось, что уже некоторые даже обижаются, что я не пригласила. Я в одном из интервью читал о том, что вы нередко удивляетесь тому, что люди соглашаются приезжать на ваш фестиваль и так далее. И, в частности, в одном из интервью вы сказали, ну, я думала, что Алла Пугачева и другие известные люди, ну, они заняты, они ко мне не придут. Они все пришли. То есть вы до сих пор этому удивляетесь? Да. Мне все время кажется, что это как день рождения. Когда я делаю свой день рождения, я всегда делаю его для тех людей, которые приходят. Чтобы не меня чествовали, а чтобы я принесла радость этим людям, которые пришли. Потому что я все время думаю, так, они должны все бросить. Не дай бог купить мне цветы, подарок, прийти ко мне на день рождения. Что же я должна такое вытворить для них, чтобы они не потеряли день просто, чтобы они были рады. И то же самое во всем. Концерт или съемка, или клипа. Я все время думаю, что же я должна такое сделать, чтобы они ко мне пришли. А как же здоровый эгоизм? Почему только о них, а не о себе? Нет, вот о себе любимое – это в прошедшем времени можно говорить. Я так не умею уже. А раньше умели? Да, конечно. Подростковый возраст – это, кажется, когда земля вертится вокруг тебя. Родители все ничего не знают, не понимают. Только друзья что-то, может быть, понимают. Но вот это время уже давно прошло. А в какой момент эта переоценка произошла? То есть это было постепенное изменение или что-то случилось? Нет, на самом деле это произошло, да, когда случилось. То есть был какой-то факт? Да, это мой опыт американский, о котором я не очень люблю говорить. Это когда я заболела, вот я вдруг тогда поняла, что, это как мне Игорь Крутой говорит, я не хочу быть самым богатым на кладбище. Вот так и я. Я не хочу быть такой важной персоной и не иметь рядом людей, друзей, и не видеть, как мои родители стареют и все остальное. Вы говорили, что вы научились улыбаться именно в Америке. Да, это точно, да. Там они научили. И поначалу мне казалось, что это ужасно, как они так все не искренне улыбаются. Но сегодня, когда я там пожила, уже поработала, то я поняла, что это просто здорово. Вы понимаете, что вы идете, каждый человек вам улыбнется. Я пошла бегать, мне говорят, привет, как дела? Потому что они не ждут ответа, но они все, там даже собаки доброжелательные. Это был очень удивительный для нас, большой опыт. Конечно, многое, многое мы не понимали, что происходит. Я не понимала, почему продюсер вечно обижается на меня. Оказывается, я не слишком много хвалила, или я там, ну, не улыбнулась. Потому что я была дикая, я же была из Советского Союза. Мы же все были дикие, мы там очень видны, когда приезжаем в Америку. Но вот эта дилемма, уже ставшая классической, лучше не искренняя улыбка или искреннее хамство, которое часто приходится слушать? Нет, не искренняя улыбка намного лучше. Вы не понимаете, насколько хорошо вам, когда вам все время улыбаются, когда вам говорят комплименты. Какого черта вам знает, что про вас думает там какой-то парохожий? Для чего вам это? А он только создаст вам хорошее настроение. Он скажет женщине комплимент, мужчине скажет, о, какой ты там атлет или что-то еще. Они всегда найдут, что как-то похвалить. Это здорово. Я помню, как англичане ко мне приехали танцоры из Англии. Потрясающие они там на телевидении работали и в моем концерте участвовали. Ну, и мы были вместе где-то месяц-два, у нас были репетиции. Ну, и все было прекрасно. Я была в восторге от них. Они прекрасно танцевали, супер выглядели. Но и вдруг мне говорят после репетиции, зайди, пожалуйста, к ним в номер. Это был в Москве. Потому что у них просто истерика, депрессия. Я захожу, оказывается, я не хвалила их все это время. И им казалось, что они мне не нравятся. Что вы недовольны, да? Да, а я в восторге была от них. Вот опять. Вот что? Они не привыкли. Это не значит, что я плохая или они очень хорошие. Просто у нас другая ментальность. И я сожалею, что им приходилось плакать из-за меня. Без повода. Просто им показалось, что я недовольна. А я в восторге от них. А как вам работать в этом смысле в России, где, возможно, как говорят, еще сохранились эти традиции хамского обращения? Ну, не такие выраженные. Ну, в России я как шпротов в масле, вы понимаете. Это же все родное. Мы так выросли. Мы так жили всю жизнь. Там ничего не изменилось, да, в этом смысле? Не, ну почему? Там много чего изменилось. Там прекрасное... Ну, я про Москву говорю. Знаете, как говорят, правда. Говорят, Нью-Йорк не Америка, и Москва не Россия. Не Россия. Да, но я больше могу, конечно, про Москву. Там прекрасные рестораны, прекрасные кафе. Я помню, в советское время, когда мы приехали, я учился в Москве, в ГИТИСе. И мне говорили, надо было где-то встретиться. Ну, и я в ужасе, что у них нет кафе, где встречаться. Что только где-то на улице, на углу, на электрон. И респонд Прага еще на улице. Да, ну просто вообще нигде, негде встретиться. Но сегодня такой проблемы уже нет. Это совсем другой город Москва, чем была раньше. У нас в гостях сегодня Лайма Вайкула. Звоните, пожалуйста, 672-12-939, 672-13-939, если у вас есть вопросы. Как вы находите Юрмалу в этом году? Она опустила, обезлюдила, она стала хуже без российских фестивалей. Знаете как, я юрмальчанка. Поэтому мне, конечно, нравится, когда нету салютов вечером. Бывало так, что в 11 часов вечера ты подпрыгиваешь, а там что-то бабахнуло так. Кто-то признает. Да, поэтому у меня такое двоякое. Со мной сложно об этом говорить. Но я точно знаю, что город Юрмал – курортный город. Это значит, что там должно что-то происходить, чтобы люди приезжали. У нас достаточно дождей и не такое теплое море. И кроме прозрачного воздуха и хорошей еды и приличных людей, которые обслуживают вас, пожалуй, сосны и все остальное. Ну, Старая Рига, если вы приезжаете на экскурсию. Но все, что касается просто отдыха, у нас это не организовано, к сожалению. Поэтому фестиваль – это было замечательное время, когда местные люди зарабатывали. И естественно, что я счастлива, когда в моей стране люди богатые. И я бы хотела, чтобы мы были все богатые, здоровые и счастливые. Просто недавно читала буквально в соцсетях дискуссию такую. Одни пишут, что Юрмала обезлюдила и вообще никого нет буквально на улицах в разгар сезона. А другие пишут, что это неправда и наоборот, в общем, все сохранилось. Вот вы как Юрмальченко, как вы заметили вот это? Ну, я вам скажу, что я живу в Лилупе. Я до Мэй не доезжаю. Ну да, вы не в этом не говорите. Мне важно с собаками пойти на море. Это запрещенная тема. Мне уже даже прислали какую-то бумажку. Штраф? Да, да. Что типа того, что они увидели фотографию, где я с собаками у моря. Поэтому я не могу сейчас даже ничего такого об этом говорить. Но могу сказать, что когда я выхожу на пляж, мне надо смотреть направо-налево, чтобы не было людей, чтобы я могла с собаками погулять. То есть такое рискованное мероприятие. Рискованное мероприятие. Я к тому, что я не хочу никому делать раз закон, что нельзя, значит, я могу только тихонечко добежать до моря, искупать и бежать обратно в дюны. И люди есть. Несмотря на то, что дождь, ветер, просто мне кажется, погода абсолютно не для того, чтобы приезжали. Но я надеюсь, что вот сейчас июль начинается, что все же приедут. Ну и у меня есть друзья, которые живут у речки. И там очень много россиян. И он говорит, мой дом наконец-то заполнится. Все светится огонь. Я имею в виду, вечером светится свет в окнах. Так что люди приехали. И я очень многих знаю, кто купил здесь, например, Ермольник Леонид. Он говорит, ой, у меня уже и дочка здесь живет с мужем. Купили квартиру. Ну, потому что дети маленькие. Потому что воздух такой, он говорит, прозрачный воздух, просто нигде его нет. Но Леонид Ермольник отказался от вида на жительство, когда участвовал в выборах. Ну, это практическое дело. Он отказался, но он обожает Юрмала, и он здесь. У нас только что был звонок. 672-12-939, 672-13-939. Ну, дозванивайтесь тогда, раз не дождались. Немножко Лайма Валкула у нас в гостях. Ну, что касается Юрмала, что касается Риги, что касается Латвии, нередко можно встретить такие мнения, что она превращается в своего рода Париж, белогвардейский Париж. Потому что российская интеллигенция очень активно съезжается в Юрмалу, создает такое свое комьюнити, как сейчас любят говорить. Меня больше волнуют китайцы, которые приезжают, чем россияне. А китайцы чем в отношении животных? Да, я увидела Евроньюз, меня просто была потрясена. Я увидела вдруг, как борцы против того, чтобы ели собачатину, как они протестовали и показали другую сторону, которые были за то, чтобы это делать, чтобы есть собак. Я была в шоке, я боялась. У меня была истерика. И я боялась в следующий день опять включить Евроньюз, чтобы я, не дай бог, не попала опять на эту передачу. Я попала опять-таки, закрыла глаза и уши, и все остальное. Это было страшно. И я вот все время думаю, что вот когда приезжают к нам, например, китайцы, они подписывают какую-то бумагу, что они будут жить по нашим правилам, учитывать наши традиции. Вот я бы такой закон издал бы. Если вы не соблюдаете наши традиции, до свидания. Ну, законы, они обязаны соблюдать законы. Да, в законах не написано, что собак не надо есть. Но я думаю, что это у нас подпадет под статью жестокое обращение животных. Я надеюсь, я надеюсь. Потому что я буду первой, кто будет стоять возле этого дома, который сожрал эту собаку. Поэтому держитесь, китайцы. Ну, что касается российской общины, которая здесь формируется, как вы вообще ее находите? Ну, прекрасно. Я не знаю. Я вижу людей интеллигентных, которые... Они только украсят. Ничего плохого они не сделают. Вы знаете, они не унесут эти дома в Москву. Они не унесут. Они только приносят деньги. Поэтому что плохого в этом? Это люди, которые... Не знаю. Во-первых, у нас очень много русскоговорящих. И поэтому нет никакой проблемы. А я наоборот говорю, самое лучшее место, куда вы можете приехать, это Прибалтика. Потому что мы знаем русский язык. Приезжайте. Я очень рада. Мне кажется, это здорово. Недавно вот Иосиф Пригожин ругался очень в интернете на тех артистов, которые собираются приехать сюда на фестиваль Кубанов, в частности. Да, но почему он ругается? Ну, потому что он считает что-то предательством по отношению. Когда Иосиф Кобзона не пустили первый раз в Латвию, он же приезжал с своей женой. Почему он тогда не ругался? Или не протестовал? Наверное, так не почувствовал на себе. Да, вот в том-то и дело, что мы так устроенные люди, что пока ты сам не получишь, ты в голове не понимаешь, не сочувствуешь другому. Но на самом деле мне очень жаль, что такое случилось. Потому что, мне кажется, что спортсмены, артисты, это те люди, которые объединяют. И наша задача в этом. Ни вероисповедания, ни цвет кожи, не знаю, ни язык. Не должен быть в этой сфере участвовать. Ни политика. Это единственное, что объединяет. Но тогда мы станем... Я, правда, не помню, почему говорят тамбовский волк. Тебе товарищ. Да, тебе товарищ. Я была недавно в Тамбове, и там прекрасно оказывался такой прекрасный город. Почему они про тамбовского волка? Надо посмотреть в интернете, кстати. Поэтому я думаю, что вот тут мы не можем быть друг другу врагами. Мы должны объединять. Буквально на пару минут прервемся на рекламу. У нас в гостях певица Лайма Вайкула. Не переключайтесь. На балдкоме разворот. Мы продолжаем разворот. И в гостях у нас сегодня актриса, певица Лайма Вайкула. 672-12-939 и 672-13-939. Пожалуйста, звоните нам или пишите в видеочате. Телефон прямого эфира 672-12-93-9. Только что мы назвали, да? Я повторю, номера 672-13-93-9. Можете звонить, мы и так вам все расскажем. Нет, просто есть как раз звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, слушаем. Добрый день. Дамы и господа. Здрасте. Говорите, пожалуйста. Простите, если уведу немножко в сторону ваш разговор. Но мне было интересно, я в каком-то журнале прочитал, что госпожа Вайкула видела в заливе какие-то странные явления. И хотел бы узнать, что она об этом думает, и повлияло ли это как-то на ее мировоззрение. Хорошо, сейчас расскажу вам. В Рижском. Спасибо. Да, да, да. Спасибо. Это было очень давно. Мы работали в Юрис Перло, и мы ехали все на работу. И смотрим, какая-то гроздь, как виноградная на небе. Это я не одна была, еще ребята со мной в машине. И мы подъезжали, когда приехали, и смотрим, эта гроздь висит. Подъехали к Юрис Перло, и там много людей уже стоят на террасе. И мы подошли тоже смотрим. И вдруг эта гроздь гаснет, и она появляется в совсем другом месте. Было же светло. Это был вечер, но было светло. И вот так она меняла место расположения. И, ну, конечно, мы ничего не узнали. Даже у нас там один такой музыкант был, который очень интересовался. Он даже куда-то звонил, ему сказали, прекратите там глупости болтать. Ну, и наши ребята таким образом вдруг заинтересовались, они стали заниматься, в общем, вызывать дух спиритизмом. И у них так это хорошо получалось, что они писали рецепты, выписывали там для кого-то там больных. И много всего они вытворяли. И одно из таких, что коснулось меня, было, что когда они вызвали... Между прочим, что касается этого светящегося объекта... А у них было... Можем ли мы... Вопрос такой. Это все зафиксировано в тетрадке, поэтому там один, который вызывал там духов, а другой писал. Поэтому как бы это записано. Что где они могут увидеть еще вот такое. Им сказали где, что они должны нарисовать какой-то там квадрат, зажечь свечи. И они делали фотографии. В общем, ну, там много всего было. Но то, что коснулось меня, это было... Когда у нас было два коллектива танцевальных. Одни были девочки, которые танцевали шесть девочек, танцовщиц. А были четверо гимнасток, у которых был такой сильный характер. Все, они были со мной. Это была моя команда. Ну, а те девочки, мы уже как бы разделились, два фронта у нас было. И мои девчонки нет. А вот те танцовщицы, которые поехали, пошли тоже туда гадать, к этой девочке, которая там самая главная была. И они спросили, а Лайма была в прошлой жизни? Что нас всегда интересует? Что будет после смерти? Что будет происходить? Им сказали, что вы об этом не можете спрашивать. Это большая тайна. И никогда не вызывайте об этом, что может быть неприятности. Если будете спрашивать. Но они спросили, ну, хорошо. А вот Лайма, она была связана как-то с искусством или чем? Бывшей, в прошлой жизни. Она говорит, да. Им ответили. Они спросили, а кем она была? Она говорит, ее звали Лаурой, и она была возлюбленной Петрарки. Но в честь этого я назвала свою собаку Лаурой. Поэтому это, конечно, вызывает смех. Но вот такая была моя связь. Ну, когда я спросила своего священника, отца Виктора, как он думает, ну, вот, что вот таким занимаются мои ребята, он говорит, Лайма, ну, нету же сомнений, что существует вот спиритизм, что действительно там происходит что-то, потому что есть много-много задокументированных, сфотографированных вещей. Поэтому, ну, я сама не суеверна, поэтому я туда не ходила. И он говорит, ты правильно сделала. Церковь не одобряет такие. Да. Ну, то, что это есть, он сказал, что да, это есть. Поэтому, ну, я посмеялась и назвала свою собаку. А какие у вас отношения с Богом и с религией? Я очень уважаю. Я мало чего знаю, я не хожу в церковь. Но церковь у меня внутри, во мне. Я очень часто обращаюсь к Богу, очень часто. То есть вам не нужен посредник? То есть церковь как некий посредник между вами и Богом? Мне как бы, вы знаете, так нельзя говорить, не нужен. Когда я была в Америке в самый страшный свой момент жизни, у меня спросили в больнице. Лайман, после операции вам кто нужен, священник или психолог? Я сказала, мне никто не нужен. Но я вам могу сказать точно, что мне очень был нужен священник. Очень. Вот в тот момент тяжелый. Мне он был очень нужен. И сейчас мне хочется выпендриваться и говорить что-то. Конечно, мне не нужен ни церковь, ничего. Но как-то у меня был случай, когда я очень плохо себя повела по отношению, ну, не знаю, к Богу, не к Богу, ну, к вере. И я вам скажу, что пока я в Израиле не исповедовалась, я не могла успокоиться. Мне показалось, что я что-то такое натворила, я плевала в небо. А просто я была так обижена на Бога. Знаете, когда нам кого-то отнимают, то нам кажется, что ну где же ты, Бог? Где ты, почему ты? Как несправедливо. Так несправедливо. И я, конечно, не выдержала и очень плохо себя вела. Моя мама даже, она была рядом, она ахнула, когда я так сделала. И, в общем, я пока не исповедовалась, и меня не отпустили грехи, я достаточно плохо себя чувствовала. Поэтому внутри себя я понимаю, что я глубоко верующий человек. Но когда в церковь много чего делает нехорошего, я имею в виду люди, это опять-таки люди. Люди, конечно. Говорят о том, что вера не нужна или Бог плохой. Это нельзя так говорить, потому что это всё равно люди. И люди грешны. Но вы согласны с тем, что церковь устанавливает монополию на Бога? Ну да, да, можно так сказать. Но не надо нам думать о церкви, не надо нам думать о священнике. Если вы находитесь в себе хорошего, там, священника, которому вы можете прийти, исповедоваться и который может вам помочь. Например, я к своему, он жил в Америке какое-то время, я приезжал к нему, и у меня столько оказалось вопросов. А ещё со мной вместе была ещё у меня такая очень... Человек, который я очень люблю, приятельница, психиатр. И в Майами я позвала своего священника, и вот и психиатром мы были. Я говорила, это самое счастливое моё время. Справа у меня психиатр, слева у меня священник. Психиатр с удовольствием отвечал на все вопросы. Священник говорил, что я так много не разговаривала. Это очень большой грех, так много говорить. Лайма, ты прекрати, я должен уже помолчать. Поэтому это очень нужно. Так что я, дорогие слушатели, поверьте, всё пережить самому очень сложно. Обращайтесь к помощи, потому что сегодня это уже не тот Советский Союз, который был раньше, когда мы приходили на кухню, и ну давай плакать друг другу в жилетку, со мной то случилось, со мной это. И все с удовольствием слушали, ахали-охали. Сегодня бизнес, сегодня надо выжить. Сегодня мы уже не все равны. Кто-то успешен, кто-то нет. Поэтому обращайтесь к священникам и находите для себя подходящих. И к психологам обращайтесь. Очень тяжело жить в наше время. А шоу-бизнес – это место для выживания. Это та самая, можно, стеклянный зверинец. Там много разных эпитетов в отношении того, что происходит. Вот в так называемой звёздной тусовке. Но шоу-бизнес, вы понимаете, да, что это люди, которые очень заняты собой. Это я-я, как я выглядела, как я звучала, а что про меня сказали, а народ пришёл. Это общество индивидуалистов. Да, это ужасно. Это очень тяжело. А люди искренне этим живут или они играют? Очень многие этим живут. А как ты можешь этим не жить? Если к тебе не придёт публика, значит, ты никому не нужен. Нет, ну это можно как бы, ну, может быть, изображать каким-то образом, какую-то роль играть вот такую. Вы сами про себя говорите, что я… Нет, для меня самое страшное, это как на моём день рождения, чтобы зритель ушёл с моего концерта и был недоволен. Я вот это не могла бы пережить. Вот это самое страшное. То есть, когда вы стоите на сцене и видите, что кто-то уходит? Нет, такого я не вижу обычно. Я говорю о том, что я так думаю, что для каждого, да, гипотетически, что это было бы ужасно, если бы публика была бы недовольна твоим выступлением. Потому что они стратили денег, время, они пришли. Я должна быть в лучшей форме, я должна сделать всё, что я могу сделать, самое лучшее. — Мы с коллегой перед нашим интервью, у нас возникла такая дискуссия, он знал, что вы придёте, и мы вот обсуждали, почему так получается. Это взгляд со стороны абсолютно субъективный, возможно, вы меня поправите. В шоу-бизнесе, вот когда мы видим какие-то светские приёмы, все начинают друг друга целовать, все изображают радость, хотя потом становится ясно, что некоторые друг друга не очень любят и так далее. Но в обществе, допустим, где журналисты встречаются, такого нет, где программисты, такого нет. Шоу-бизнес в этом смысле. — Очень показательно. — Я думаю, что ты ошибаешься. — Нет, политические журналисты, информационщики, новостейские. — Ну, они, наверное, там проблемы между собой. — Очень такое показательное. — Особенно делить-то нечего, понимаете, в шоу-бизнесе. Что ты можешь... Я тоже со всеми целуюсь, и я искренне хорошо ко всем отношусь. Это правда. — То есть это не элемент артистического? — Если с кем-то я не целуюсь, то это моё отношение к этому человеку. — Он должен насторожиться. — Да, он должен... Я или его не знаю, или я его не люблю. Но я могу не любить только по одной причине. Если этот человек плохо себя ведёт, недостоин, неталантлив. — То есть какого-то элемента лицемерия в этом нет? — Нет, у меня лично нет. Я не могу про себя говорить. — Ну, вообще, средняя температура по больнице. Я сейчас была в Израиле, и меня Алла Пугачёва с Максимом Галкиным пригласили к себе. Они же не рисовались ни перед кем. Они могли не приглашать. И я пришла, и я была искренне рада. И мы целовались, обнимались. Очень хорошо провели время. Я видел их детишек. И это было здорово. Просто здорово. Я даже не понимаю, а как иначе. — А в соревновательный момент. — Ну, это уже на сцене. — Зависть и прочие вещи, которые дворческие коллективы присутствуют. — Зависть не поможет. Вы понимаете? Человек, который... Есть много способов, как ты можешь... Как ты можешь быть лучше, чем другое. Но если ты эти ходы знаешь, значит, ты будешь в порядке. А зависть не поможет, нет? Если помните Талькова и всё, вот этот перестрелок, что было... Вот это было как раз там, где была зависть, и вот такое случилось. — Звонок у нас. Пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем. — Добрый день. — Добрый день. — Я хочу обратиться к госпоже Майкула. Вы однажды по радио, я слышала в исполнении вас, одной очень хорошей песни. И я пыталась её найти по интернету. Я не знаю, как она называется. Не подскажете последние слова. Есть музыка, и нет пути назад. Маэстро Диноват. — А, это может быть... Это может быть... О чём играет пианист? — И нет пути назад. Я повторяю вам. Во всём Маэстро Диноват и так далее. — Ну, это может быть только две песни. Или «О чём играет пианист?» Или это может быть... Вторая песня, которую Раймонд Паус, я считаю, сам написал о себе. Она называется... Чёрт, я даже не помню, как она называется. Ну, странно, что никто не знает, почему всё... Мик, когда играет пианист? Нет, это не там. О чём играет пианист, наверное. — Я не могу вот так сразу найти эту песню. — О чём играет пианист? Клипы снимали в Латвии, в Риге. — Да, всё в моём доме. И с Борей Моисеевым мы снимали в моём доме. И о чём играет пианист в моём доме. И «Огоньки» тоже в моём доме снимали. Так что у меня там много клипов снималось. — То есть ваш дом — ваше рабочее место? — Да, можно сказать, в студии. — Вот вы ведёте свой блог в интернете, и он местами напоминает такой как раз-таки блог психотерапевтов, которым вы стараетесь людей зарядить на позитив, призываете их заниматься любимым делом, получать удовольствие, уметь отдыхать. Вот вы для чего это делаете? Для себя вот? Или вы всё-таки чувствуете ответственность за тех, кого приручили? — Да, я думаю, что, во-первых, мы очень ответственны за то, что мы говорим. Я уже говорила, вот пока был выключен микрофон, что все люди, которые имеют вот этот рупор, мы должны думать, что мы говорим. Поэтому я считаю, что лучше я буду говорить о таком житейском, простом, лёгком, чем я буду загружать своими мыслями серьёзными. Может быть, каким-то опять-таки надо улыбаться, а не огорчаться. И не надо своё огорчение на всех остальных распространять. Вот может быть, поэтому. И я не люблю особо говорить, я там, я сам, я там. Я много раз отмалчиваюсь, потому что я много где бываю, а пишу только в основном о собаках, о том, как хорошо, как всё должно быть по-доброму. — О поездках тоже. — Ну, в общем, да, ну кое-что да, кое-что да. — А нет потребности говорить не только о хорошем, а о той боли, которую испытываете, которую видите, которую чувствуете? — Я, знаете, я очень боюсь в людях как-то разъединить кого-то. Например, я могу это говорить о семье, да? Если у меня в семье какой-то конфликт рождается по какому-то самому глупому вопросу, я не знаю, кто-то кому-то что-то сказал, или там сестра пришла, вторая сестра в это время ушла, и обиделась, потому что ей показалось, что она не хотела с ней общаться, то у меня один подход. Я никогда не буду принимать чью-то сторону. Я всегда буду говорить одной, что «Ой, она так расстроилась, что ты ушла». А той, которая ушла, я сказала бы, «Ну что? Почему ты ушла? Она же хотела с тобой пообщаться». Понимаете, я хочу мир. — Какой дипломат. — Может быть, да, может быть. Может быть, даже больше того, я думаю, что это дело каждого человека. Потому что ничего, знаете, как говорят, «Лучше плохой мир, чем хорошая война». Поэтому я всегда за мир. И я начинаю это с себя, с своего дома. — А как избежать оценок в людях, например? — Это моя первая и, наверное, самая большая заслуга, которую я научилась как-то в течение своей жизни. Я никогда не оцениваю людей. И мне говорят, «Ой, ты помнишь?» Там девочки обычно так. «Ты помнишь, как у меня было платье? Просто кошмар». А я не помню, в каком у меня было платье. Я не знаю, в каком был. Андрей говорит, «Ты помнишь, вчера в рубашке был одевать мне этого же цвета рубашку или другую?» А я не помню, в каком он был. Я не знаю, кто в чем ходит. Не в этом дело. Я помню то, что сказал. Это я помню. И меня это радует или огорчает. Но оценивать людей по тому, как он выглядит, вообще не понимает. — Ну а какие-то осуждения вы допускаете для себя? — Осуждения? Ну, наверное, каждый должен заниматься своим делом. Есть люди, которые... Вот есть критики, да, музыкальные. Вот их дело осуждать. Да? Их дело. Но мое дело ни в коем случае нет. Осуждать, как выступила Ваенга, например. Не мое это дело. Я, приходя на концерт, буду стараться увидеть самое хорошее. — Вы написали, что она выступила очень хорошо. А если бы она плохо выступила, вы бы написали? — Я бы просто не говорила об этом. Просто не говорила бы. — Учитывая политическую ситуацию, вы говорили о том, что стараетесь не разъединять. Но, тем не менее, артисты — это, можно предположить, удобный инструмент в руках политиков. Сейчас многие занимаются политической риторикой. Как вы выживаете в этой среде? — Я лично не подамся этому. Я глубоко верующий человек, чтобы я занимался... Одно мое слово могло бы кому-то сделать плохо. Я не имею права этого. Просто не имею права. Поэтому... — Но вы для себя переживаете? Вы как-то анализируете, что происходит? — Я очень переживаю о ситуации, которая сегодня... Что люди разъединяются. Я очень переживаю. И каждый день, я думаю, что вот завтра будет точно тот день, когда все закончится. И люди просят. Опять будут вместе. Поэтому... Но иначе быть не может. Мне очень жаль эти судьбы, которые сегодня... Семьи, которые между собой не разговаривают, которые по-разному думают. Да не думайте вы об этом. Думайте, кому помочь. — А к вам обращались вот с просьбой прокомментировать там происходящее на Украине или еще где-то? — Поначалу, да. Но сейчас нет. — То есть вы отказывали? — Да. Я отказывала. Я не хочу. Я говорю еще раз. Я не хочу, чтобы одно мое слово могло бы кого-то разъединить. — Что касается мифов. Мифов о российском телевидении. Возможно, так. Возможно, не так. Вопрос к вам. Поэтому существуют ли черные списки на российском телевидении, которые, допустим, если артист лоялен, его приглашают чаще. Если не лоялен какой-то, скажем, идеологической составляющей или политической, то... — Вы понимаете, я не могу об этом сказать, как знающий человек. Я должна была бы работать на телевидении, чтобы я вам это могла бы сказать. Могу сказать, что меня приглашают постоянно. И я или иду, или не иду, по каким-то причинам я не могу или не хочу. Но я не знаю этого. Я этого не чувствую, скажу вам так откровенно. — То есть никогда не приходилось сталкиваться с какой-то, в этом смысле, несправедливостью? — Нет, ну, может быть, только Андрей Макаревич. И только то, что я читаю. Я с ним лично не говорила, но говорила с ребятами из его группы. Вот это мне не нравится. Это опять... Это то, что мы не имеем права делать. Как мы можем его разлюбить? Ну, как мы можем? Он доказал, что он умница, что он хороший человек, что он прекрасный, он талантливый человек. Во-первых, талантливый человек, надо много чего прощать. Начнем с этого. Потому что он такой, он не как все, он талантливый. Ну, и меня огорчают всякие провокации, которые происходят. Конечно, огорчают, а как может быть иначе? — А в Латвии и отношения латвийской, латышской прессы к вам, вы и сами говорили за эфиром, что по-разному бывало, по-разному бывают. То, что вы работаете в России очень много. — Да, было после 90-х. Кроме того, что я российская певица, и другое не слышала. Я вам хочу сказать, что если бы я подалась бы и стала бы слушать вот эти разговоры, и участвовала бы в них, отвечала бы, то, наверное, слишком много было бы переживаний. Например, я Киола просто бросил музыку, и вот так замучили. Я считаю, рано ушел. Поэтому я в этом просто не хочу участвовать. Я не слышала ничего. Люди, которые просто подходили, я уже вам говорила, они только хорошие мне говорили. А политика, пресса, то, что они писали, ну, это уже прошло, видите. Им надоело. Я не отвечала, играть ни с чем. — Ну, вы научились как-то бороться с этой негативной информацией? То есть вы просто ее от тебя отсекаете? — Я ее просто не читаю. Я просто не хочу знать, да. — А если попадется на глаза, переживаете? — Нет, я говорю, вот идиоты. — Есть еще звонок, пожалуйста. Слушаем. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Именно будьте здоровы. Вы когда-то сказали такую фразу «страдание делает человека лучше». — Это не я. — А я от вас ее услышал, и как раз, когда впервые узнал о ваших несчастьях в Америке. То есть тогда меня потрясло то, что с вами случилось, и то, что вы так выразились. Я потом уже узнал, что это фраза из Библии, но, конечно же, я услышал это от вас. И у меня такой вопрос. Вот, получается, люди близкие делают нам нехорошо. Значит, они, ну так, если примитивно, мы что, должны им доставить какие-то страдания, чтобы они очнулись, чтобы они стали лучше или как-то по-другому? — Нет, нет. Вы же говорите, в страданиях мы становимся лучше. Это значит, если вам какие-то люди делают плохо, то это ваша школа. Это вы будете страдать. Не надо отвечать. Конечно, не надо. Потому что на каждую злость будет обратная злость. Это надо понимать. — То есть нужно прощать? — Обязательно, обязательно. У меня было время, когда я работала в Латвии, в этом риском эстрадном, как это, риско-эстрадное, ну, объединение. Рэко. Риско-концертное, в общем, неважно. И каждый худсовет просто меня убивало. Я воевала изо всех сил. Я противоречила, я ругалась. Заканчивалось тем, что они говорили, приходите на собрание, Андрей, но лайма с собой не берите, не надо. Хотя это было мое дело, мое концерт, мое выступление. Я была режиссером это. Они говорили, не надо ее приводить, не надо. И потом вдруг у меня как-то меня осенило. Что-то вдруг я поняла, что попробуй-ка я иначе. И я приходил туда, вдруг в один прекрасный день пришла и стал говорить комплименты человеку, который много плохого мне сделал и которого, прямо скажем, я не очень любила. То есть вы выбили его из колеи таким образом? Да. Вы не понимаете, что случилось? Он стал совсем иначе ко мне относиться. И у нас все стало ладиться. Мне стало легко. Я это сделала сознательно. Я как бы шутя, стал шутить над ним. Как будто бы вот внутри себя. Я так себе говорила. А потом я этому поверила. И он мне поверил. И моя жизнь стала сто раз лучше. А что касается страданий, человек становится лучше. Это правда. Вы это не понимаете, пока не пострадали. Потому что вы можете стать таким полноценным человеком только после того, когда вам будет интересно только с тем человеком, который что-то пережил. Это очень важно. И эту фразу можно понять только после того, когда вы немного пострадали. Лучше немного. Я вам всем желаю. Вы сказали в одном из интервью о том, что часто сравниваете людей и собак. И тренируетесь даже на собаках понимать людей. Это действительно так? Ну, знаете, без сомнения, собаки лучше, чем люди. Можете даже не сомневаться. В них есть все то же самое, что у людей. Просто все, конечно, примитивнее. Все абсолютно ясно, когда они ревнуют. Ясно, когда они хотят обратить внимание. Они принесут вам игрушку. И не будет даже ничего. Они вам рыкнут на вас, когда они не будут довольны чем-то. Все то же самое. Просто не будет никогда никакого второго плана. Поэтому с ними легко. То есть нет подводных камней. Нет подводных камней. И они, как говорят в науке, что они как дети, трехлетние дети. Вот вы понимаете дальше, что если вы обижаете животного, вы обижаете трехлетнего ребенка. Для меня животные, дети – это то, что просто сердце разрывается. Поэтому я всех призываю. Мне часто говорят, Лайма, а почему собаки, а не дети? Нет. И дети. И дети, и собаки. Просто про детей кто-то еще говорит, а про собак невыгодно. Ну, я не имею в виду собак. Это могли быть и, не знаю… Животные. Животные. Любые. Не знаю, Африка это или Архангельск, куда мы ездили. Ваша первая собака Кенди – это же трагическая история. Очень трагическая. Я говорю, что Кенди все сделала для того, чтобы я понимала животных. То есть ей нужно было умирать для того, чтобы… Ей нужно было отдать свою жизнь для того, чтобы мне много чего открылось. Кенди – это то, что останется… Вы знаете, как женщина, которая, например, поняла, что она зря сделала аборт. Вернее, она осмыслила, что она сделала. Это большое раскаяние. Это примерно… Вот такое же ощущение у меня связано с Кенди. После того, как вы дали родственникам право решить ее судьбу. Да, да. Это самое тяжелое в моей жизни, где я чувствую себя виноватой. Это моя Кенди. Но, опять-таки, в страданиях человек становится лучше. Эти огромные страдания сделали так много для меня и для животных, что, может быть, Кенди действительно надо было бы сделать памятник. В моей душе у нее есть памятник. Ну, последок, может быть, еще… Вот я бы хотела, чтобы вы прокомментировали тоже одну запись в своем блоге. Вот вы говорили, что я уважаю людей, у которых есть свое мнение. Мнение толпы меня мало интересует. Народ может быть добрым, а толпа нет. Вот где отличие толпа-народ? Где вы видите это? На самом деле это очень смазано, вы сами понимаете, да? Толпа – это когда люди… Знаете, как легко объединить людей против, да? И как легко кинуть камушек, и это становится толпа неуправляемая. Но она была народом, да? Да, нет. А народ – это народность, это… Ну, вот народ, вот мы народ, да? Но кинь, вот действительно, кто-нибудь сделает провокацию, и мы станем толпой. Мы не станем больше людьми. Вот это разница. Я выступаю на концерте, и все это народ. И они все хлопают, улыбаются, любят меня. Потом заканчивается концерт, и они хотят, например, получить автограф. Это, как правило, вот в России было особенно вот в самый пик популярности. Или я, например, имела глупость подозвать их ближе на стадионах, где 40 тысяч людей. Подозвать ближе, например, к себе. На поляну выйти. Хотя мне полиция до этого предупреждала, что не надо этого делать. Но мне хотелось контакт с ними. Я их очень люблю, я хочу их видеть ближе. И вот этот народ превращается в толпу. Буквально один шаг. Один шаг, да. И все, линия, пересекли эту линию. И это становится страшно. Вот поэтому, люди, оставайтесь людьми. Спасибо. Давайте еще пригласим напоследок на ваш фестиваль. Как его традиционно называют уже. Да, вот именно получился фестиваль. Ужас. На самом деле, это скромно был концерт. Это два концерта моих, на котором 8-9 числа. 8-9 числа будет выступать. Хочу сказать, может, у кого-то есть любимчики, поэтому я разделяю. Будет выступать Джей Стивер. Будет выступать Линда Лин. Будет выступать Аминате. Девочка, которая защищала. Правда, Латвию представляла, так скажем, лучше. Будет выступать Интер Бусулес. Потрясающе он выступает. Молодец такой. Вообще все ребята. Просто у меня... Сейчас они репетируют у меня дома, поэтому я еще лучше их знаю. Значит, это все 8-го числа. Будет Ваенга Лена выступать. Воевского не называть. Девятое число будет выступать Валерий Сюткин. Будет Нани Бригвадзе. 9 июля. Дзентари. Будет выступать Максим Леонидов. Помните песню? Я оглянулся посмотреть, не оглянулся ли я. На что посмотреть, не оглянулся ли я. Будет выступать Боря Моисеев. Будет выступать Верка Сердючка. Ну и вы вместе с ним. Ну и я каждый... Оба дня я буду с моими коллегами и друзьями. Так что рандеву с Лаймой. Я жду вас всегда. Спасибо вам большое за эту встречу. Провели интервью Вадима Родионов. Наталья Михайлова. И помогал нам звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго, до свидания. До свидания, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова